Привет, друзья! За последнее время произошло много чего интересного. Сейчас все расскажу поподробнее. Поехали! Итак, первая новость, которую я хотел бы озвучить, это победа Романа Хреникова на Европейских региональных играх и четвертое место Андрея Ганина. Наконец-то наши российские атлеты едут на CrossFit Games. Кто-то может скажет, что Европейский регион слабый и что Роме было легко выиграть. На что я вам отвечу, что вы не правы. Потому что, если вы посмотрите выступление Патрика Волнера в своем регионе, он на секундочку призер CrossFit Games, вы увидите, что три комплекса из шести Роман у него выиграл и, соответственно, три комплекса проиграл. Он обогнал Андрея Ганина, который, кстати, не очень доволен своим выступлением, я у него спросил. Так что следим за подготовкой и ждем ребят на CrossFit Games. Надеюсь, они хорошо акклиматизируются и покажут, как русские... Короче, они покажут нам. Вторая новость. Я в очках, солнце светит мне в глаза. Так что извините, я ни под кого не кашу, не понтуюсь. Просто я не хочу щуриться вот так стоять перед вами, как странный человек. Третья новость. Команды наши русские не прошли на CrossFit Games. Союз Тим остановился на шестом месте. Ему не хватило 8 очков, чтобы занять пятое место. Серега Колпасской тоже не очень доволен. Он сказал, что скоро озвучат планы на следующий год, что-то будет менять. Следующая команда. Союз Нерушимый десятые. Ред Тауэр, по-моему, 14-е. И еще одна команда у нас. Столица. Столица 21-е место. Я все равно считаю это отличным результатом, что 4 русские команды в Европейском регионе выступили дальше. Я хотел вам сказать, что я считаю, что через несколько лет Европейский регион наполовину будет состоять из российских атлетов. Почему я так решил? В приложении CrossFit Games случайно наткнулся на свои места по миру в индивидуальном зачете. Я увидел очень интересную картину. В 2017 году я занял 6242 место. 6200. В 2018 я занял 3845 место. То есть чувствуете разницу почти в два раза. Хотите узнать, какая разница у меня индивидуально в Российской Федерации? Я был 85-й. В прошлом году я стал 75-й в этом. То есть по России я прибавил минимум, а по миру я почти в два раза, почти на 50% улучшил свой результат. О чем это говорит? О том, что очень сильно растет уровень российских атлетов. И он растет быстрее, чем растет уровень мировых атлетов. Вот и все. В Европу, как вы уже знаете, в 4 человека выступило в Европе от нашей страны. 4 команды выступило от нашей страны. Это при том, что еще Саня Плюшкин в индивидуал не пошел. Он бы был пятым. Смотрите, это уже пятеро из сорока человек уже русские. Так что будем скоро смотреть. Все флаги будут русские. Все первые 20 мест. Еще одна новость. Рич Фронинг в третий раз стал отцом. Мальчика зовут Харпер. Это брат Лейкелин, если я не ошибаюсь. Короче, Фронинг красавчик, чемпион, отец, бизнесмен теперь. Что ж, ребята, другие регионы не буду обсуждать. Там ничего интересного. Велнер выиграл, Торис Доттер в Европе выиграла, Сигмунс Доттер прошла. Короче, Дэвид Сдоттер тоже прошла. Ждем, ждем, чтобы... Ждем чего-нибудь интересненького там в других регионах. Когда Рич Фронинг там пойдет, Мэтт Фрейзер, я сделаю видео. Подпишитесь, лайк поставьте. Летом будет больше роликов, обещаю. Всем пока.